Книга «Открытым оком», тема «Дети. Лагерь. Стан», том 4, вопрос 1295. «Как воспитать в вере во Христа мальчика в возрасте 7 лет, которого взяла на попечительство бабушка от родителей пьяниц?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Если родители даже пьяницы, и они согласны, чтобы вы воспитывали мальчика для Христа, и обещают обязательно письменно, что не будут вмешиваться в вашу жизнь и в ваше воспитание, и сами вы хорошо знаете, как воспитывать по Евангелию, и о том всегда молитесь Христу, то дело уже начато, а основание положено. Теперь дело за мальчиком. Желает ли он или нет? Если можно, приведите его в христианскую семью. А еще лучше в наш детский православный лагерь. Здесь он почти три месяца будет воспитываться на лоне природы, без криков, в строгой дисциплине. Если же ребенок одержимый, то есть яблоко упало недалеко от яблони, и он противится идти в церковь, склонен к побегу, рвется во двор и совершенно не слушается вас, постарайтесь вернуть все в исходное положение. Ребенка верните, иначе над вами нависла беда. Свобода выбора принадлежит ребенку, и если он уже хлебнул горя в семье пьяниц, то в этом возрасте он уже вполне может соориентироваться, где добро и где зло. Нет более трудной работы, как воспитание юношества, но и более почетной. Хорошо, если есть куда пойти учиться в воскресную христианскую школу, где глубоко верующий учитель поддерживает настоящую дисциплину. Вы можете ходить вместе с ним, вам это тоже не помешает. Специально воспитывать такой науки вам уже не осилить, но приучите его рано вставать, соблюдать посты, не обижаться, не быть дерзким, дрочливым. Хорошо, если рядом будет настоящий маленький христианин его возраста. Приобретите нашу книгу «Открытым оком. Третий том». Там есть программа занятий со всеми возрастами детей. Поставьте задачу с первого же дня, и сами это подтверждайте своей жизнью. Воздвигнуть два авторитета – Христос и Библия. И чтобы ребенок слышал вашу молитву о его заблудших родителях и молился о них. Сохрани вас Бог, при ребенке плохо отзываться о его родителях, и тем более травить против них. Старайтесь брать его всегда с собой, куда бы вы ни шли, и учите его на положительных и отрицательных примерах. И более всего на отрицательных. Смотри, что дьявол делает с людьми, и таким же будешь ты – валяться всеми презираемый. Если заметили, что люди хорошо трудятся на стройке, остановитесь и расскажите, насколько полезная специальность строитель. А если придется увидеть, как засевают землю, или идет уборка в поле, лучшего урока и не придумать. Скажите, что без этих людей мы все давно бы умерли. И так в каждом деле. Пресекайте всякие ябеды и жалобы, чтобы он никогда не стонал и был всем доволен, и никому не завидовал. В одном парке увидели высокого седовласого старца, лет восьмидесяти, который бегал и прыгал со своим правнуком, как мальчишка. Увидев внезапно подошедших молодых людей, он вдруг застеснялся и извиняющимся голосом сказал. Когда я был маленький, мне не пришлось играть, и я как бы переживаю свое детство, гуляя с ним. Уразумели ли, для чего я это сказал? Субтитры сделал DimaTorzok